Саламу алейкум, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в рамках программы «Час Ислама» в гостях советник Муфтия Татарстана по информационной политике, директор издательского дома «Хузур» Ришат Ахтемович. Саламу алейкум, уважаемые. Ришат Ахтемович приехал в Дагестан в числе гостей для участия Всероссийской богословской конференции, которая проходила вчера и сегодня по теме «Роль религии в единстве народов России». Ришат Ахтемович, я бы хотел как гостя у вас спросить, как приезд в Дагестан, первый раз ли вы к нам приехали, и расскажите немного нашим телезрителям о том, как вы провели это время и как было ваше участие в конференции. Бисмилляхи рахмани рахим. Во-первых, хотелось поблагодарить наших коллег дагестанских, которые пригласили нас на данное мероприятие. Конечно же, проводится очень много конференций, круглых столов, других семинаров, выставок, посвященных данной теме. Рассматривалась тема профилактики борьбы с экстремизмом среди молодежи. И данная тема, она действительно сегодняшний день очень актуальна. Мы рассмотрели ее еще раз, факторы появления и пути решения были также предложены экспертами, людьми, которые действительно владеют ситуацией. И думаю, что только взаимодействие между общественными деятелями, религиозными деятелями, мы не сможем, так же и государственными деятелями, мы не сможем решить эту проблему. Приехал я сюда уже не в первый раз, был здесь уже неоднократно. Удивительно заметил положительные изменения в городе. Дороги его стали лучше. Затем сфера обслуживания очень развивается. Кафешек очень много появилось. Город преображается, улучшается. И действительно, как бы, хотел сказать, что есть изменения. Но самое главное, то, что меня всегда действительно приличало, в Махачкале, в Дагестане, это люди. Это основное, то, что здесь есть, и отношение к жизни, их религиозность, их вера, действительно, она просто поражает, конечно же. И когда приезжаешь сюда, недавно был хаджи, там уже одухотворяешься, когда видишь вокруг мусульмана, когда совершаешь обряд, когда приезжаешь в Дагестан, тоже такое чувство создается. Понимаете? То есть, когда видишь вокруг братья, сестры, они по исламе, ну, с положительным зарядом. Да, да, да. То есть, как бы, хочется еще больше что-то делать на пути Аллаха. Вот, понимаете, вот так. Спасибо. Я скажу, что, приезжая в Татарстан, мы тоже от вас уезжаем очень довольными. Ну, нам еще далеко до вас. Наверное, у каждого из нас есть что перенять, именно и в богословской сфере, и по взаимодействию с молодежью, по даавату. Насколько мне известно, вы принимали участие непосредственно в секции, которая проходила в ВУЗе, в медакадемии. Да. И тема вашей секции была причиной и фактор радикализации молодежи на Северном Кавказе, пути их решения. Расскажите немного, как прошла ваша секция непосредственно? Знаете, я понимаю, конечно, сейчас новая молодежь, ребята, которые только поступили в университет, в основном это были, если не ошибаюсь, второкурсники. Вот, возможно, они еще далеки от данной проблемы. Но перед этим мероприятием нам получилось встретиться с проректором, который сказал, что двое студенток данного университета в свое время уехали в Сирию. То есть на втором курсе это уже люди, которые владеют по профессии, то есть могут оказаться какие-то медицинские услуги, перевязка и это все. То есть показывают, что проблема есть. Проблема есть. И закрывать глаза на это нельзя. Да, молодежь у нас часто очень эмоциональная, гиперчувствительная. Есть еще какой-то понятий как максимализм юношеский. То есть они могут и, скажем, на что-то вообще внимания не обращать. Их могут использовать для каких-то меркантильных интересов, какие-то группы. Поэтому хотелось действительно ребятам объяснить, действительно, насколько это пагубно и к чему это может привести. Вот мне что-то очень понравилось. Да, я тоже выступал и по своей видении тоже рассказал, в чем проблема. Почему люди идут к экстремистам. И ребята с духовного управления были тоже, дагестанского. Они очень хорошо рассказали. То есть они рассказали, по мнению, там большинство было светские люди. То есть они ничего не доказывали. Они просто объяснили, что такое ислам. Что такое ислам, что такое экстремизм. И к чему это может привести. И, по моему мнению, мы около двух часов сидели общались. У молодежи, которая присутствовала на данной лекции, возникло понимание вообще, что это такое. То есть я на 100% не уверен, но могу сказать, что наверняка они расскажут об этом своим друзьям, близким. И хотя бы какую-то часть, скажем, молодежи мы сможем уже отвратить от данных действий. Потому что если человек, скажем, решил уехать, мы уже не остановим. Это бесполезно. Но если категория людей, которые находятся, скажем, на грани группы риска, которые думают ехать, не ехать, совершать преступления, не совершать, вот мы должны этих людей остановить. Это наша основная задача. То есть я и у себя, как бы, в Татарстане, как бы, в рамках информационной работы нам часто приходится заниматься данной деятельностью. То есть мы тоже занимаемся профилактикой именно экстремистских разных взглядов, террористических тоже взглядов, потому что нужно принимать какие-то превентивные меры. Вот. И эта сегодняшняя конференция, хорошо, что она действительно прошла не среди, скажем, Шакирдов, Мадресе, которым мы там ежедневно можем утвердить, там, ссылаясь и на Куран, и на хадисы, слова пророка, саллиллаху салям, о том, что нужно правильно жить, а именно общение с людьми, которые живут рядом с нами. Светская молодежь, студенческая молодежь. Да, конечно, конечно. Потому что чаще всего они оказываются в мере каких-то жизненных проблем именно в рядах данных радикальных групп. Светлана Ахтемовича, вот тема радикализации молодежи была выбрана не случайно. Я непосредственно принимал участие в организационных вопросах данной конференции. И тема была, это именно выбрана среди студенческой молодежи, даже не столько, чтобы разъяснять им какие-то моменты, вот мы пришли, мы вам рассказываем, а чтобы, когда мы задаем тему для студентов, больше понять, чем они мыслят, исходя из тех вопросов, которые они задают. И в рамках этой секции как раз было время для дискуссионных вопросов. На ваш взгляд, насколько молодежь понимает данную тему, насколько их вопросы были насыщены и звучали именно проблемные вопросы? Знаете, мое мнение как бы совпало с мнением ребят. Подняли буквально две темы. Первая тема это вопрос проблемы самореализации. Они учатся, заканчивают институты, университеты, школы. Просто у нас немножко ситуация другая, по-боже, у вас здесь другая. Не могут устроиться на работу. Проблема. Вопрос уровня жизни тоже возникает очень много вопросов. То есть они мне задавали такие вопросы. Мы не можем здесь реализоваться. Конечно же. Второй вопрос, это был, конечно же, касается богословской тематики. О том, что наши богословы все усложняют. Да, мы говорили, вы медики, вы учитесь, получаете академическое образование. Конечно же, вы говорите о высоких материях. Все это красиво. Но насколько это целесообразно и жизнеспособно. Почему люди уходят в радикальные вещи, в радикальные группы? Потому что у них там все просто. Вот есть цель, нужно к ней идти. Вот есть цель, с ней нужно бороться. Здесь белая, здесь черная. Все банально просто. А когда начинаешь разговаривать о высоких материях, никому это не нужно. И молодежь тоже видит все это. Видит, что все надумано. Когда они понимают, они просто уходят и обращают на это внимания. Поэтому нашим богословам нужно больше выступать проповедями. Больше используют современные медиатехнологии. У нас вот очень много людей заканчивают в адресе. Многие владеют уже разными видеотехнологиями. Но пусть каждый делает по одному ролику хотя бы. Понимаете? Сегодня даже эти смартфоны позволяют делать монтаж. Конечно, конечно. Не хуже чем. Ну ты сделай, расскажи, выпусти. Вы весь в интернет перекройте своими нейтральными, положительными видеоматериалами. Потому что, скажем, наши оппоненты, как таковые, они более активные. Они работают за идею. Они могут работать по 25 часов в сутки. То есть на час раньше начинают работать. А мы ленивые. Пока мы растрясемся, пока все беремся, то уже весь эфир забит. А потом думаешь, ну ладно, все бесполезно. Никаких целей в жизни нет. Пойду лучше полежу. Понимаете? Может пройдет. То есть надо быть более активным. Каждое усердие, оно успешное. Есть такое понимание. Даже если человек проявляет усердие в нехорошем каком-то. И, как вы сказали наши оппоненты, если они проявляют усердие, они, соответственно, получают какой-то успех в своем этом направлении. Ну, конечно. И вовремя это заметить и не отставать, я думаю, это обязанность каждого богослова, каждого проповедника. Если провести такие сравнения, как понимание молодежи студенческой в вузах Республики Дагестан и с молодежью Республики Татарстан. Какую аналогию вы можете привести? Вот уровень понимания, может быть, религиозного, или же в виде вопросов. Сегодня же интернет, он доступный, и где бы этот ролик, где бы человек ни был, где есть интернет, он может любой ролик посмотреть. То есть сказать, что это вот для именно дагестанской аудитории, а вот это для татарстанской аудитории, а это там где-нибудь для Владивостока или средней, скажем, полосы России. То есть интернет, он доступен, и вопросы студентов, они, наверное... У каждого народа есть свои традиции, но уровень религиозности, к сожалению, намного ниже, чем в Дагестане. Поэтому и сравнивать, наверное, было не совсем корректно, потому что, я же говорю, здесь немножко совсем другое. У нас в основном это этнические мусульмане, не татары. Да, они сейчас, аль-хамдуля, сейчас на Джумуа стали ходить, у нас мечети все полные, на Ураза Байрам, на Корбан Байрам. Но чтобы выполнять все, скажем, религиозные обряды, они считают, что это очень далеки. Но, конечно же, проблемы у молодежи, они те же. И в плане преподнесения информации, когда говорят, что все таким темпом быстро развивается, все сидят в смартфонах, смотрят видео. Это здесь видео, здесь увидел, здесь увидел. Это интересно. Вот здесь это побили. Вот здесь борцы между собой общий язык найти не могут. Все следят за этим же. А если бы наши, скажем, богословы в таком же манере информации преподносили людям, в простом формате, доступном, на простом, на доступном для молодежи языке, скажем так, конечно же, было бы интересно. То есть нам нужны свои авторитеты, понимаете? У нас пока таких авторитетов, ну, единицы. В богословской сфере. Конечно, 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 которые действительно в нормальном, хорошем языке объясняли бы людям, что такое ислам, его красоту, о том, что быть мусульманином, это круто просто, понимаете? Мы же не заставляем людей принимать ислам. Зачем это? Нам не надо. Если Аллах откроет сердце человека, он откроет. Если Всевышний не захочет, хоть ты бейся главой всем, ты не сможешь этого сделать. Все только по воле Всевышнего. Но мы должны свои, как бы, то, что от нас требуется, тоже делать. Поэтому мы людям просто показываем картину. Ребята, вот есть такая жизнь, выбирайте. Вот. Они плюсы. Уважаемые телезрители, у нас в гостях находится советник муфти Республики Татарстан, это Ришат Ахтямович. И он сегодня у нас в гостях. Не случайно, так как он приехал в составе делегации Республики Татарстан, во главе муфти Республики Татарстан, Камиля Хазрата Самигулина. И также профессор, доктор шариатских наук Абдура Саади. Он является преподавателем в Академии, Булгарской Академии в Республике Татарстан. Также сегодня на пленарном заседании по итогам богословской фермерской конференции были гости из соседних республик, также гости из арабских республик, видны ученые, известные богословы. И по итогам конференции была принята резолюция. Вы можете его найти на сайте и также узнать информацию через ИсламДаг, через Инстаграм Муфтията, сайт Муфтията, также Дабком Религии. И так как вы являетесь дополнительно еще директором издательского дома «Хузур», я бы хотел немного поговорить с вами непосредственно о вашем издательстве. Дом «Хузур» издает книги, литературу. Что входит именно в ваше издательство? В каких направлениях вы работаете? Мы работаем в различных направлениях. Как в свое время говорил еще Муфти Камиль Хазрат, если сегодня молодежь идет в Facebook, мы идем за нею. Если молодежь идет, скажем, в другое направление, мы идем за ними. То есть мы постоянно пытаемся охватить максимальное количество аудиторий. Да, изначально издательский дом создавался как центр для подготовки и издания книг. Мы издали уже за время работы, нам уже 5 лет, издали около 200 книг на татарском, на русском языках. Большой упор у нас изначально делался на оснащение наших мадресе учебной литературой, проверенной, действительно, которая соответствует именно нашим ценностям, традиционному для российских мусульман исламу. Затем большое значение придается именно татарско-богословскому наследию, которое у нас есть. Мы его перепечатываем, возрождаем, переводим, тоже издаем. Параллельно у нас мы издаем ежемесячные газеты, «Ума» и «День вам агышат» на татарском и на русском языках, который бесплатно распространяется по республике. И издаем еще корпоративный журнал для имамов. Шура называется он. То есть он издавался еще до революции. По инициативе муфтика Амель-Хазрата мы его возродили. У нас там печатаются пятничные проповеди, ответы на актуальные вопросы, вообще статьи на различную тематику. Именно в помощь имамам, которые у нас живут. В основном, она очень востребована на селе, где у нас работают наши имамы более преклонного возраста. И как, скажем, рабочий материал, данные материалы используют. Следующее важное направление, которое мы недавно начали только развивать, в марте текущего года мы запустили телевидение «Хузур». Но пока она на двух языках вещает, на татарском, на русском, в кабельных сетях. То есть в интернете она вещает и в кабельных сетях по АОТАТ-Телеком, по республике Татарстан. Сейчас у нас заключили договор с Башкорстаном, с компаниями. Планируем на соседние регионы выходить. Но пока кабельная телевидение, да. Ну, пока... Ну, сейчас эфирное тоже все на цифровое переводится. Да, ну, пока, знаете, мы в самом начале становления, пока, скажем, говорить какие-то громкие слова, заявлять о себе не хочется. Мы хотим своей работой показать того, что мы добились. И вот в пользу случаем хотелось бы поблагодарить наши коллеги, вот с нашего национального телевидения. Потому что в самом начале мы, конечно, обратились к ним. Ребята, говорю, мы начинаем. Помогите, у нас не хватает контента, да. Подскажите, как лучше работать. И с этим помогли. Помогли и программам, помогли, и советам помогли. И мы сейчас продолжаем совместно работать. Я думаю, что наша работа будет только расширяться. Потому что есть наши национальные телевидения, есть хузор, появятся еще другие телевидения. Пусть будет их больше, пусть их будет много. Где мы будем рассказывать об исламе, о каких-то нравственных устоях, о каких-то ценностях. Действительно. Потому что мы должны предложить альтернативу. Нам звонят люди, понимаете, мне звонят люди и плачут. Спасибо вам за то, что вы запустили такое телевидение. Спасибо. Конечно, нечего смотреть. Мы только вас сейчас смотрим. Понимаете, мы собираемся в всей деревне, говорит, у одного человека. Только у него, говорит, ловят, говорит, и целый день у него сидим. Нам неудобно уже перед ним, говорит, но он нас пускает, говорит, мы целый день сидим, смотрим ваше телевидение, говорит. Я говорю, ну уж так не надо. Ну, мы хотим, конечно, сейчас немножко поделить. Татарскую, татарский канал и русский канал отдельно делают. Потому что все-таки это востребованность в татарских программах очень большая, как показала практика. Затем у нас есть сайт. Мы давно с ним работаем, уже около 7 лет. Это сайт Islam Today. Он самый популярный у нас в России и в странах СНГ. У нас средняя посещаемость 65-70 тысяч в сутки. Сейчас мы тоже хотим там какие-то изменения произвести. У нас еще есть ряд других сайтов. И против терроризма, и связанные с намазами. Это уж параллельно. Отдельные сайты или? Сайты. И сайты есть, и мобильные приложения есть сделаны. То есть они у нас работают. Ну, я уж как бы это не такие серьезные. Хорошие проекты, мы их ведем, но, скажем, они... По непосещаемости, наверное. Они не требуют таких затрат. То есть мы сделаем мобильные приложения, он есть. Но они больше тематические. Да, ну, мы сказали, времена для намазов сделали для крупнейших городов России. Взяли все крупные, там, 30 городов-миллионников. И Махачкала тоже там есть, и Грозный есть. Все включили. Там времена намазов, например, сделали. Для городов Татарстана отдельно сделали. Что у нас еще есть? Халяльный справочник есть у нас. Да, радио сделали. У нас в интернете радио Азан обещает. Вот мы сейчас, конечно, хотим решить вопрос с ФМ-диапазоном. Розик, как бы, и Муфти и Хазрат сейчас в этом направлении тоже очень много прилагает усилий. Иншаллах, думаю, на следующий год запуститься в ФМ-диапазоне тоже. Ну и большая работа у нас проводится, конечно же, по книгам. Мы издаем книги на двух, не даже не на двух, на арабском тоже, на трех языках получается. На арабском языке, на татарском, на русском. Вы восстанавливаете рукописи? Мы часть каких-то книг переводим на современный, скажем, язык русский. Вот, например, я скоро на заложена выйти книга. Шеха Бодина Марджане Хакуль Магрифа. Интересная книга очень такая. Написана больше ста лет назад, но написана таким интересным научным языком. То есть даже современному обывателю читать очень интересно. То есть, как он все это написал. Вот, то есть, о некоторых книгах просто делаем репринт. Вот, недавно русско-татарский словарь выпустили. Там, русско-старо-татарский он. Вот, ну, чтобы сохранить наше наследие. У нас около 30 тысяч таких книг есть, они в архивах лежат. Вот, пытаемся это сделать. Есть специальная электронная библиотека, где мы сканируем наши книги и выставляем для общего пользования. То есть, люди могут, любой желающий зайти, особенно, кто пишет какую-то научную работу, вот, если находят там какие-то книги, аль-хамдуля, то есть, значит, мы выполнили свою роль, называется. Ну, и социальные сети, это более миллиона пользователей у нас есть, то есть, с которыми мы работаем, которыми мы пытаемся тоже донести ценности ислама. А работая с книгами, вы сами их печатаете, издаете? Нет, мы готовим, у нас есть своя небольшая типография, где мы небольшими тиражами печатаем при необходимости. А так, конечно, если есть большие тиражи, то мы отдаем в типографии. Наша задача подготовить к печати книга. То есть, это отверстать, дизайн, проверить, чтобы с идеологической точки зрения все правильно было. У нас есть экспертный совет, проверяет все. Вот, в этом плане. То есть, подготовить книгу полностью к печати. А что не печать, то не проблема с этим. Вы сказали про социальные сети, что более миллиона человек охватываете. Это аудитория непосредственно Татарстана или по всей России? Нет, нет, это вся Россия. Это ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, Гугл Плюс, Ютуб канал. А тематика обсуждения? Различные, различные. Но мы стараемся, как бы, мы в конфликтах стараемся не участвовать. Мы даем нейтральную информацию и стараемся давать базовые знания по ислам людям. Как принять ислам? Что такое ислам? Что должен делать мусульманин? Как брать тахарат? Как читать намаз? Как себя вести с женой? Как нужно прочитать? То есть, людей интересует, понимаете, я же говорю... То, что есть обычная жизнь. То, с чем он сталкивается. Простые вопросы, простые вопросы, да. Меня даже вот спрашивают, Иннат, услышать не хочу никак прочитать, а что для этого надо сделать? Иннат, ну, вот я-то слушал, там, говорит, это, какие-то специальные обряды надо выполнять, там, кого приглашать надо. Обязательно это в мечети проводить. И чаще, очень много вопросов дается, мы даже книгу выпустили по поводу погребения человека. То есть, когда умирает близкий, родственник, люди в шоке, они не понимают даже, что делать. Не бывают подготовленными абсолютно. Да, бывает, заходишь в интернет, смотришь, что делать-то. Ладно, если там мечеть есть поблизости, или там знакомые, бегут туда, спрашивают, там, как делать, куда обращаться, что. То есть, мы пытаемся давать информацию. Такие простые, банальные вопросы. Спасибо, Решат Ахтемович. Уважаемые телезрители, у нас в гостях советник Муфтия Республики Дагестан, Республики Татарстан по информационной политике, Решат Ахтемович. И тема сегодняшней нашей беседы, это тема обсуждения богословской конференции, которая прошла в Республике Дагестан, а также работы непосредственно в Муфтиате Татарстана советника Муфтия. У нас время эфирное подходит к концу. Мы бы хотели, чтобы вы пожелали для наших телезрителей что-нибудь, как гость, оставили нам что-то хорошее из ваших наставлений. Во-первых, я всех приглашаю вас в Казань. Кто не был в Казани, вот, аль-хамдуля, организовали прямые рейсы сейчас. Приезжайте к нам, у нас очень красивый город. Вот. И в исламе, вы знаете, поощряется много путешествовать, познавать другие народы. Приезжайте, думаю, что вы получите массу положительных эмоций. Вот. Ну, а нашим зрителям пожелал бы, конечно же, больше задумываться о том, что нас ждет в будущем. Вот. Правильно давать оценку своим действиям. Вот. И придерживаться активной жизненной позиции. Вот. И только в таком случае, вот, на всем только полагаться на Всевышнего, только у него все просить, потому что все только от него. И Всевышний вас не оставит. Просите его, и он нам даст. Машаллах. Спасибо, Решат Ахтемович, уважаемые телезрители. Мы с вами прощаемся до следующей пятницы, 19.00, в программе «Час Ислама». Саламу алейкум, урахмату Аллахи, ва баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова